Пожалуйста, Игорь Билл. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать на открытии персональной выставки живописи и графики нашего земляка Александра Федоровича Петрова. Наше мероприятие сегодня будет состоять из двух частей знакомства с творчеством автора, а также благотворительного аукциона, который будет проводить Людмила Гавриловна в поддержку Демченко Катерины, которая нуждается в реабилитации по восстановлению здоровья. Как мы и обещали, на каждой выставке мы открываем новые имена. Петров Александр Федорович родом из села Пятницкого, Печенежского района. Он один из первых выпускников художественной школы города Чугуева. Окончил художественно-промышленный Харьковский институт в 1983 году. После этого преподавал в художественные училища города Железногорска. Позже переехал в Харьков, а в Харькове уже работал на художественно-промышленном комбинате и в других организациях, проектантах, интерьерах. Принимал участие в областных республиканских конкурсах и выставках. Постоянно совершенствуются рисунки и живописи. Сегодня автор присутствует на открытии нашей выставки, и мы имеем возможность пообщаться с ним лично. Работы Александра Федоровича различаются разнообразием, разноплановые. Вы можете увидеть это, проходя по нашей выставке, какие они наполнены жизненной силой и любви к женщинам. Очень много картин, которые прописаны о женщинах. А теперь мы можем задать несколько вопросов Александру Федоровичу. Александр Федорович, вы родились в одном из прекраснейших сел нашего района Пятницком. Как она повлияла на Ваше мировоззрение, на вот эти Ваши работы? Расскажите, пожалуйста. Как повлияла, вы видите, на выставке? Да, прекрасные работы мы будем проходить и уже ознакомимся с ними ближе. По всей видимости, вот эти все красивые места наши, они как-то сформировали мое желание быть художником. Ну, я так думаю. А вот расскажите яркое впечатление о Вашей учебе, Вашей биографии. Ну, самое яркое впечатление, это моя учеба в Академии, конечно. Потому что мечта моя была еще с детства стать художником. А чтобы поступить в Академию, для этого нужно было подготовиться. Ну и когда эта мечта сбылась, для меня эти пять лет, конечно, были... Ну, праздник, не праздник, но очень довольны. Ну да, парень из Пятницкого и достичь таких успехов, мне кажется, это долго стоит. Да, конечно, потому что там из видных городов, после училища ребята поступали. А я вдруг из села, с какого-то там неизвестного и поступил. Самое красивое. Да, самое красивое село, да, это нельзя поспорить. Поэтому я, конечно, был счастлив и доволен. Вот это впечатление такое. Вот я рассказала, что в биографии Вашей, что Вы оформляли разные интерьеры. Можете рассказать вот несколько таких вот... Ну, это были обычные рабочие проекты, выставки и магазины мы оформляли, и кафе. Вот когда в 90-е годы подвалы Харькова стали очищать и превращать в такие небольшие кафешки, забегалки, то вот как раз обращались в художественные комбинаты, художникам за помощью, чтобы мы помогли им как-то оформить эти помещения. Иногда магазины, выставочные какие-то, павильоны, вот. Ну и на улице приходилось работать, допустим, мозаичными какими-то работами. Вот одна работа еще сохранилась, когда ехать по Белгородской трассе, за Харьковом, где реабилитационный центр для детей... Для детей 2 детей. Да, и 2 детей. Да. Вот там есть интернат, и вот на фасаде мы сделали мозаику вдвоем. Она еще церковная. Ну, а так вот, в последнее время я работал в художественном, то есть это, в историческом музее Харькова. Делали выставки, экспозиции, ну, такая рутинная работа, ничего особенного. Основное, конечно, мое внимание было обращено на творчество. То есть, чтобы как-то... Ну, потому что мимо красоты тяжело пройти. И вот, вот это меня всегда трогало, и я пытался это как-то запечатлеть. А ваша излюбленная тема, вот какая тема, картин, вас больше всего впечатляет, как-то цепляет и хочется прописать это все в картине? Какая тема? У меня определенной какой-то любимой темы нет. Вот что меня в данное время волнует, вот это для меня и важно. То есть я пытаюсь как-то это, ну, работать с этой темой. На следующий день меня может вспомнить какая-то другая тема. Я параллельно работаю над этой темой. То есть много тем у меня затронуты, и параллельно над всеми я пытаюсь работать. Одна удалась, другая не удалась, какая-то осталась в неведении, какая-то всплыла и выразилась в картине или в графике. Какая-то на следующий год, может быть, звонок. Потому что темы, они, ну, как-то повторяются, ну, каждый год, допустим, весна. Каждый год весна. Каждый год мы пытаемся изобразить весну. Но в прошлом году мы писали так весну. В следующем году мы будем писать по-другому, потому что мы меняемся, мы взрослеем, мы стареем. У нас впечатления меняются, у нас мироощущения меняются. Поэтому и работы могут отличаться даже по одной и той же теме. Вот где-то вот так. Мне хотелось бы ознакомить всех с вашими картинами. Ваши работы разноплановые. Идемте, пойдемте дальше. Посмотрите прекрасные работы, которые здесь представлены. Скажите, пожалуйста, например, вот эта работа, в какой технике выполнена она? Значит, эта работа в конкретный Харьковский дворик. Здравствуйте. Ну, будучи еще студентами, у нас была практика зарисовки по Харькову. И вот на основе этих зарисовок я на цветной бумаге, цветными карандашами делал вот такой рисунок. Ну, их много у меня. Это просто вот один из них попал на эту выставку. Это просто старые, ну, как бы, дань уважения старым деревьям. На ваших картинах часто встречается море. Вот мы сейчас живем здесь. Проходите сюда, пожалуйста. По сравнению с тем, что море, может быть, я просто один из них был моряком. Поэтому у меня море где-то в душе, наверное, и как-то оно не оставляет меня равнодушным. Поэтому оно периодически меня вживает в моих работах. Ну, где-то придуманное, где-то с натуры, где-то так, в аллегорической форме. Давайте подойдем к еще одной очень интересной картине. Картина Даная. Вот мне так интересно, рассказывали о ней? Расскажите, пожалуйста. Значит, чем вызвала тема этой картины? У меня была выставка в Харькове, в греческом обществе. Но я выставлял там вот эти вот графические... Представленные эти все графические работы были? Да, да. Кроме вот этой. Ну, вот этих. Но потом, когда выставка закончилась, я как-то ловил себя на мысль, что в греческом обществе выставлялся, а греческой темы у меня не было. Поэтому я пришел домой и начал читать мифологию Греции. И на основе вот этих мифологических рассказов, историй, я вот придумал вот такую вот композицию, как Даная. Теперь я могу смело выставляться в греческом обществе без позора. Хорошо, спасибо большое. Давайте пройдем дальше. Вот очень интересны вот эти работы, тем, что они как бы частичку выхватили вашего поселка. Это картины чисто натурные. Это, как говорится, не выходя из дома, мой двор в села Пятницкого. То есть это после дождя зелень яркая, сочная. И вот я не удержался, сделал вот такие маленькие тюдики, ну и они как-то вот отражают настроение. Пока мы стоим здесь, очень интересно, посмотрите, обратите внимание на эту картину. Какая она интересна? Значит, что касается этой картины, тут нужно немножко объяснить. Значит, тут я хотел показать вот, ну как бы, не то, что двуличие человека, а как бы двойное «Я». То есть есть человек, каждый человек как-то сам себе на уме. И вот одна сторона светлая, вторая темная. И вот какая сторона у него больше, или светлая, или темная. Вот на основе вот этой, как бы, суфи родилась такая, как композиция, да, графика, графика. С гелевыми ручками. А еще я хотела бы спросить за вот это. Вот у нас получаются такие интересные вот картины. И вот твои я хотела бы спросить. Значит, эти вот три или четыре картины у меня там дальше, Это период последних моих творческих, значит, прошлый год, семнадцатый год, последние мои картины. Я немножко изменил технику, да? Технику, да. То есть с масляной краски я перешел на гуашь, на акварель, на более легкие материалы. И, ну как бы, мои эксперименты вылились вот в такие картины. Значит, что здесь? Это весна. Ну, понятно, да, ожидание, жизнь, продолжение, значит, какие-то шепот, какое-нибудь злорадство за спиной. И радостное будущее впереди. Да, вот это, посмотрите, видите, злорадство. Ну, это злорадство. Это вот шепот за спиной. То есть осуждают эту женщину. Мы не знаем историю этой женщины. Но она, видите, беременна, весна, то есть ожидания. Ну, а кто-то всегда найдется, который будет осуждать эту женщину. А вторая? А вторая, это как бы, ну, красная, это жизнеутверждение, то есть, правда, это светлый ангел такой, то есть, у нее будет все хорошо. Давайте пройдем дальше. Очень интересна, мне кажется, вот эта картина. Значит, в ночь на Ивана Купала. Да. Она такая загадочная, сказочная. Опять же, аллегория на вот эту всю историю, всю эту сказку, когда в ночь на Ивана Купала, как бы, просыпается нечистая сила, и девушки гаданием занимаются, и ищут цветок папоротника. Вот вся, все это, как бы, превратилось вот в такую вот, ну, фантасмагорию, вот такую картину, то есть, превращения какие-то, бурьяны. Похожие на духе, да. Значит, с чего это все начиналось, значит, я сделал зарисовку просто бурьян был, ну, при лунном свете, и вот как-то, ну, бурьян, бурьян есть бурьян, неинтересно, но потом как-то трансформировался вот и привязался вот к вот этой теме. Поэтому толчок, толчок был, да, толчок был совершенно другой. Кратце, о этой картине. Значит, это реалистическое дерево, реалистическая мама, это моя мама с коровкой, а это старая груша, ну, это чисто. Это воспоминания из вашей жизни. Да, 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 это вот, как бы, с детства моего, ну, юности, то есть, это конкретное место. Вот, это тоже конкретно, это цикорий цветет, это у нас там, прямо возле моего двора, вот, весной вот такая красота. Да, действительно, красота. Давайте пройдем дальше, я хотела бы... Здесь понятно, здесь понятно. Вот это вот, дорога домой. Ну, дорога домой, это тоже конкретно, кто был в Пятницком, он, наверное, узнает вот эти холмы, вот эти горки. Вот, ну, навеяно именно тем пейзажем моих родных мест. Ну, а осень почему? Потому что, ну, она всегда красивая, она даже в городе красивая, а в селах это вообще неописуемо, красота какая. Вот, ну, где-то, где-то что-то переработал, где-то изменил, но, в принципе, толчок был именно с патничанских этих холмов. Очень интересно вы рассказывали мне про эту картину. Да, портреты людей мы знаем, а это называется картина «Портрет цветка». Вот расскажите, как вы родилась задумка. Начиналось все с обыкновенного цветочка, когда-то свиньем яблоке. То есть, ну, вот красиво взял, нарисовал с натуры прямо. Поставил в баночку из-под майонеза. Вот видите, вот тут баночка блестки. Ну, она маленькая баночка, маленький цветочек. Я нарисовал, но маленький цветочек, он есть маленький цветочек. И когда я его начал, ну, он удачно у меня получился. Прописывать. Да, я когда начал его переводить, увеличивать на вот такой формат, он вдруг превратился вот уже не просто в маленький такой беззащитный цветочек, а уже такой, знаете, который берет на себя много внимания. И получился уже не просто цветочек, а уже портрет цветочка получился. Я его так и назвал «Портрет цветка». Подходите сюда, посмотрите, какие интересные тут картины. Картина, не просто картина, пейзаж, А тут как бы тайна, тайно-сказочная тайна. Расскажите про эту тайну. Это здесь заключается, опять же, в мифологии. Остров сирен. Вот. И, ну, знаете, кто эту историю, то вот эти свисты этих сирен. Сирены приманивали корабли. Да, заманивали корабли и уничтожали, то есть корабли терпели крушение, да. Вот здесь вот один из эпизодов, когда вот остров сирен, вот, кстати, сирена там у меня, и разбитые корабли. Ну, а здесь уже, конечно, всякие хищники, которые ждут эту добычу. Но, как бабочка на свет, всегда людей привлекало вот какое-то загадочное, страшное. А вдруг нам повезет. И вот один из белых парусников решил проскочить мимо этого острова. Но здесь вопрос еще. Пройдет он целый или не пройдет? Вот такая загадка здесь. Ну, а то, что у острова здесь и сокровища, потому что сюда попадали и пиратские корабли, и торговые, и всевозможные. Поэтому здесь вот я показал, что здесь и сокровища, но до этих сокровищ трудно добраться, потому что никто живой не остается. Мне очень нравится вот эта картина «Старик и море», «Сказки моря». Ну, опять же, море внутри меня сидит, поэтому оно периодически выплескивается на холст. Ну, здесь такой, знаете, немножко с юмором у меня подход. Ну, первоначально у меня было просто навеяно «Бегущий по волнам» Грина. Композиция почти такая же, «Паруса», только вместо «Старика» здесь была у меня такая девушка, «Бегущая по волнам». Вот, без них нельзя. Ну, ее купили, я не стал ее повторять, а начал продолжать эту тему и написал второй вариант «Рыбака с полным уловом», то есть «Гора рыбы». Ну, мне показалось это банально. Ну, и я немножко с юмором подошел, думаю, ну зачем. Вот это большой улов. Поймал. Да, русалка. У русалки непонятно, что с ней делать. Да, и вот теперь он в раздумье, куда ее теперь или за борт, или везти на берегу. Ну, чтобы такой подтягивался. Сейчас хотела бы подвести картину, написанную о Кятницком. Да. Вот, начиная с этого места, это конкретное место Кятницкого. То есть там есть речка, бабка такая небольшая, она уже, правда, высохла, но в детстве мы в ней купались, плавали, то есть была речка довольно приличная. И вот это один из таких летних дней, когда в конце рабочего дня женщины вот купаются. Ну, а мы там где-то в кустах посмотрели. Прекрасная природа, прописанная. Вот, это весенний такой мотив. Ну, вы же, наверное, помните, какие были зимы снежные, да? Да. Вот, было очень много снега и, следовательно, воды. И вот вода разлилась и в лесу вот были вот такие прямо, ну, реки. И вот подсмотрен вот такой мотив, необычный, то есть в лесу, ну, как бы вот такая в глажбинке такая вода большая была. Ну, и вот натолкнула меня на такую... Да. Может, можно вам об этой картине рассказать? Это очень интересная картинка. Ну, как она называется? Значит, это Благовещение в фунте. Ну, здесь я не конкретно библейский сюжет изобразил, а изобразил, как бы, Благовещение для всех женщин. Для всех молодых женщин. То есть, каждая женщина, она, как бы, ну, способна родить ребенка, и вот ей в один прекрасный день, ну, как бы, Благовещение, что она должна стать матерью. Вот на эту тему вот такая... Ну, захотелось просто светлого чего-то такого. Ну, началось все с ангела, конечно. У меня как-то получился вот ангел, я начал рисовать. Ну, а потом просто ангела как-то вроде недосказанно. Ну, я подрисовал молоденькую девочку там. Ну, конечно, меня все эти церковные служители осуждали за такой подход. Ну, я же не отражал здесь библейский какой-то мотив, а просто вот аллегория такая, что каждая женщина, ну, под Богом, от Бога, что ли, то есть, благодаря Богу она продолжает род и так далее. Такой... Вечером светится. Ну, да, ну, ночью-ночью Благовещение пришло, но... Ну, мы вечером смотрели, а она светится. Ну, свет... Ну, слава Богу, что светится, да. Так и должно быть. Да. Хотела подвесить вас вот этим картинам. Те, кто бывали на море, узнают эти места. Расскажите, пожалуйста. Это конкретные места крымские. Это вот Грузов, одна из улочек. Тут почти без изменений. Вот с этюда я сделал вот такую картинку. То есть, ну, что такое эти... То есть, с натуры я там нарисовал. Вот, будучи в Грузове. И потом уже перевел вот такую композицию. Ну, и это то же самое в тех же местах, вот, под большими камнями, потому что кто был на море, то вот такие огромные валуны, они... Ну, и само море, когда стоишь на берегу и под этими камнями, то люди кажутся такими мелочными, маленькими, беззащитными. И вот чувствуется вот такая сила вот в этих камнях, в этом море. Вот, я не зря здесь поставил две фигуры. Ну, да, недалеко, не конкретно, но недалеко от Домик Чехова, да. Ну, это вот сюда по улице если пройти, вот на нас. Здесь вот, где-то в этом районе Домик Чехова. Еще хотел бы поговорить про вот эту картину, она очень интересная. Значит, ну, здесь то же самое на... Ну, это такой мой эксперимент графика живопись на греческую тематику. Это как бог Зевс похитил Европу. Вот, ну, как-то вот она у меня вот такая получилась. Вы расскажите про этот мир, что ходили по полю девушки? Ну, да, он присмотрел себе невесту. Вот, но так как он не мог превратиться в человеческий облик, он превратился в золотого быка. Ну, и подошел к этим девушкам. Они... он им понравился, потому что был красивый бык. И они начали его украшать цветами. И вот он подгадал момент и украл свою суженую и уплыл в море. Такая получилась интересная картинка. Вот, ну, я так сейчас смотрю, то есть невеста вроде бы не против, а бык вроде как и... Уже и взгрустнулась. Да, уже и пожалел. Ну, ну, наверное, есть аналогия. Женщина как кошка, да? Ну, не знаю, вот как-то так у меня. Ну, как-то часто действительно она у вас. Связаны, да, женщины и кошки в одной картине, в острове с этим всем вести. Я как-то не задумывался над этим, но... А мы заметили. Я подумаю над этим, на косом, да. Как тайно кошки, тайно женщины. Пока-пока я не могу вам ответить на этот кос. Ну, это меня тоже заинтересовало. Что-то в этом есть, да. Надо покопаться в себе. Очень много натюрмортов прекрасных, тоже интересных. Вот этот... Обратите внимание, здесь видите, рожица такая нарисована в бутылке, в самой запечатанной, да? Ну, началось с чего? Просто я рисовал бутылку, и вдруг увидел, что там прорисовывается какая-то... Бликами получилось такое лицо. Ну, мордочка какая-то, просто бутылка. Вот. И потом думаю, ну, надо что-то с этим делать. И такой сочинил натюрморт, и уже начал к этому, к этой теме, как бы подчинять всю вот эту вот негативную сторону. Там, рюмку, сигареты недокуренные, паучка, красный цвет тоже, это же не случайно, то есть вот... Сгущает. Агрессия, вот это да, вот такое напряжение. Ну, и кот тоже, это как черный кот, это как олицетворение злой силы, такой негатива. Ну, вот. Но, чтобы как бы это зло не вырвалось, я ее запечатал. Очень интересно. Александр Федорович, спасибо большое вам за возможность ознакомиться с вашим творчеством. Было очень приятно с вами общаться, слушать о ваших картинах, видеть ли... Мои сказки, да. Да, лицезреть, картины и вас также. Мы желаем вам вдохновения, удачи, творческих успехов, чтобы это не единственные картины были, которые вы сейчас сюда предоставили, а дальше все, ваше творчество выливалось на полотно. Через пару лет что-то еще... Вы знаете, я, наверное, обречен на творчество, потому никуда я не делась от этого, да. Замечательно. Уже меня жизнь, меня жизнь в коже. Спасибо. Выставку считаем открытой, а теперь мы предоставляем слово Гуляевой Людмиле Гавриловне, которая вас подведет уже к нашему аукциону, ко второй части. Доброго всем дня!